Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Более миллиарда рублей получит Самарская область из федерального центра. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог. Он объездил десятки стран и привез сотни снимков. В Самаре открылась выставка путешественника Юрия Тайдакова. Покровский собор, старообрядческая церковь, шахабаловская богодельня. Депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил, как идет реставрация объектов. Большинство вопросов, с которыми жители области обращаются к губернатору Дмитрию Азарову, связаны с благоустройством. Кроме того, их волнуют проблемы ЖКХ, дороги и сферы здравоохранения. На вопросы жителей Дмитрий Азаров ответил в ходе прямой линии. Подробности в нашем сюжете. Большинство вопросов в главе региона касаются сферы благоустройства. Жители просят обратить внимание на большое количество рекламных счетов. Дмитрий Азаров сообщил, вопрос на контроле. Новая схема размещения рекламы уже есть, она начнет действовать с 1 января. Мы по новой схеме размещения рекламы сокращаем количество рекламных конструкций на 25%. Еще на четверть мы сокращаем количество рекламных конструкций. И дал поручение, чтобы как класс истребить вот эти щиты, которые, знаете, рекламные стоят прямо на земле. Вот их как класс не должно быть. Если вы такую после 1 января будете видеть конструкцию, знайте, что она незаконная. Есть в сфере благоустройства и положительные моменты. В этом году по программе формирования комфортной городской среды обновили почти 300 дворов и 181 общественную территорию. На эти цели направлено больше миллиарда рублей. На мой взгляд, власти городского круга Самара справились лучше в этом году других, потому что не только вовремя и в срок, но еще качественно, еще с изюминкой. Благоустройство Крымской площади роскошно получилось. Сверх Фадеева, территория, прилегающая к онкологическому центру, храм Кирилла и Мефодия. Мы должны опять на новый качественный уровень при благоустройстве выйти, чтобы мы не только уже делали это красиво, как это уже удается, интересно, но и понимали, как эти пространства будут использованы в дальнейшем с точки зрения культурно-массовых мероприятий. Проведение вечеров искусств, музыки, поэзии и так далее, и так далее. Вот эту задачу я при проектировании на 2020 год ставлю. В этом году Самарская область отмечена в пятерке регионов-лидеров, которые наиболее успешно справляются с поставленными президентом задачами по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регион дополнительно получил на ремонт и строительство дорог и мостов беспрецедентную сумму – 1,8 млрд рублей. Миллиард рублей почти будет направлен на завершение работ по Фрунзенскому мосту через реку Самара в городском округе Самара. Мост, который нужен не только жителям города, всем жителям Юго-Самарской области. Мы направим средства на дорогу Тольятти-Ягодная. Очень важные жители Тольятти обращались с этим вопросом. И 500 млн рублей будет направлено на эту дорогу, крайне важную. Будет увеличена полосность, будет сделано примыкание с новым проектом в рамках обхода Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу. Это уже следующий масштабный, самый масштабный в нашей стране проект инфраструктурный, который будет реализован на территории Самарской области. К главе региона обратились с вопросом о мерах поддержки для молодых семей. В следующем году для этой категории предусмотрен новый вид помощи – средства на компенсацию процентов по ипотеке. Мы эту норму впервые в истории Самарской области закладываем в бюджет. И таким семьям будем помогать, компенсируем процентную ставку по обслуживанию кредита. То есть фактически деньги, которые они взяли, будут для семьи обходиться бесплатно. Общение с жителями продолжалось больше часа. Все поступившие обращения будут переданы на отработку профильным ведомствам. Лариса Шалафаст, События. В Самаре реставрируют старообрядческую церковь, Иверский монастырь, Покровский собор и еще три объекта культурного наследия. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено 300 миллионов рублей. На каком этапе находятся работы, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Мэри Елчан расскажет о темпах и сроках. Покровский кафедральный собор приводят в порядок. Это памятник архитектуры федерального значения. Церковь была построена в 1861 году. Поскольку это объект культурного наследия, было принято решение отреставрировать его. В этом помогает проект партии «Единая Россия. Историческая память». Его задача – обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры. В Покровском кафедральном соборе уже восстановили фасад здания, установили колокольную из меди и приступили к золочению центрального купола. Закончить работу и подрядчики обещают к концу лета 2020-го. Можно что-то было сделать быстрее гораздо и, может быть, даже дешевле. Но из-за того, что мы делаем объект культурного наследия, мы должны выполнять именно тем образом, которым делались старинал, и чтобы внешний вид был такой, как он был изначально. Еще одно культурное наследие – здание, в котором сейчас располагается строительный колледж на Фрунзе-116. В 1919 году здесь находился штаб Южной группы Восточного фронта под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. В здании до сих пор сохранились элементы богатого декоративного оформления. Сейчас тут проводят реставрацию фасадов и кровли. На самом деле здесь вот такой у нас жесткий контроль по объектам Самары, поэтому здесь все объекты будут сданы в срок. Мы контролируем это выполнение работы. Ремонтные работы ведутся и в Иверском монастыре. Здесь обновляют трапезный храм. Подрядчик реставрирует фасад здания, делает внутреннюю отделку интерьеров, приводит в порядок к кровлю. Также здание храма необходимо оснастить автоматической пожарной сигнализацией. Все работы должны быть завершены к осени следующего года. Везде, где мы сегодня побывали, работы идут в графике. Качество работ везде достаточное, нормальное. Каких-либо сложностей между пользователями и подрядчиками не возникает. Наоборот, мне кажется, за это время пользователи с подрядчиками уже и подружились. Ну а главная наша задача – качественно, в срок и максимально быстро завершить реставрацию знаковых не только для нашего региона, но и для всей страны в целом объектов. В целом в Самаре на сегодня реставрируются шесть объектов культурного наследия. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено 300 миллионов рублей. В планах включить в программу и начать ремонтировать в 2020-м дачу со слонами и декад Дзержинского. В области растет число пожаров, в которых погибли или пострадали дети. Региональная МЧС озвучила тревожную статистику. Основная причина происшествий – детская шалость. Чтобы избежать ЧП, родители должны выполнять несколько правил, советуют специалисты. Прежде всего, стараться не оставлять ребенка одного. Малыш должен знать, как нужно вести себя, чтобы не возникло пожара. А в случае возгорания немедленно покинуть дом, а не пытаться потушить огонь. Сейчас специалисты МЧС вместе с областным министерством социально-демографической и семейной политики ведут профилактическую работу в семьях. Инструктаж проведен более чем в четырех тысячах семей. Я не могу сказать, что ребенку нужно рисковать своей жизнью, чтобы прийти туда. Там уже выделилось большое количество токсических веществ, ядовитых веществ при пожаре. Если он один дома, выбежать, позвонить соседям. Больше ста тысяч иностранцев постоянно пребывают на территории Самарской области. Большинство из них – жители Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии. В основном люди приезжают, чтобы найти работу. Не все оформляют свое пребывание официально. Части обращаются к мошенникам. Как результат, 500 человек в этом году депортированы по решению суда. При этом в области работают три многофункциональных миграционных центра. Два в Самаре и один в Тольятти. Получить все документы и пройти медосмотр можно в одном месте. Если раньше на оформление бумаг у иностранца уходил месяц, то теперь их можно сделать за пару дней. Это центр, куда может обратиться и иностранный гражданин, и его работодатель. Где он может полностью закрыть все вопросы и получить все сопутствующие и консультации, и услуги, и пройти медицинское освидетельствование, и получить медицинскую страховку. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре загорелся автобус с пассажирами. ЧП случилось сегодня рано утром около дома на Красноармейской 104. В автобусе находились 8 человек. Они сами покинули транспорт. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 9 пожарных. В Самаре задержали юриста со взяткой для судей Самарского областного суда. По версии ФСБ, передать деньги должен был оперативник ОБЭП. Теперь его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Как предполагают силовики, в преступной схеме, кроме полицейского, участвовал еще и юрист. Она обратилась к женщине, гражданское дело которой должно было слушаться в Самарском областном суде с предложением. За взятку в почти 2 миллиона рублей адвокат обещал содействие в принятии нужного решения. Дама согласилась, но написала заявление в ФСБ. В Самаре в домах злостных неплательщиков начали отключать горячую воду. Первыми это ощутили жители Октябрьского и Железнодорожного районов. Специалисты по решению суда проводят опломбировку сети горячего водоснабжения внутри квартиры до полного погашения долга. Как отмечают в ресурсоснабжающей компании, всего за этот год самарцы задолжали за тепло более миллиона рублей. Коммунальщики вместе с приставами провели уже десятки рейдов по домам неплательщиков. Благодаря этому более 21 тысячи человек вернули долг. Самара лидер в рейтинге городов-миллионников по количеству автомобилей. По данным федерального исследования, на тысячу жителей в городе приходится 344 машины. С этим результатом Самара заняла почетное первое место. Чуть меньше этот показатель в Краснодаре, который занимает вторую строчку рейтинга. Здесь показатель обеспеченности составляет 343 автомобиля. Замыкает тройку лидеров в Санкт-Петербург, где на тысячу жителей приходится 330 автомобилей. Самый невысокий показатель в Ростове. Там на одну тысячу горожан насчитывается 234 машины, говорится в исследовании. В Самару на этой неделе приедет Дед Мороз. Он пробудет в городе два дня. Зимний волшебник посетит Самару 1 и 2 декабря в рамках благотворительной акции. Он побывает в общественной организации детей-инвалидов и их родителей. Также приедет в школу-интернат и завезет подарки в Центр социальной помощи, рассказали организаторы новогоднего путешествия. Также Деда Мороза смогут увидеть и другие жители города. Праздник с его участием пройдет 2 декабря в парке имени Юрия Гагарина. 31 декабря могут сделать выходным днем. Идея обсуждается в Госдуме. Некоторые депутаты считают, что зимние каникулы должны длиться с 31 декабря по 3 января. А сэкономленные дни россияне могли бы прибавить к своему отпуску, либо взять за них денежную компенсацию. При этом очевидно, что 31 декабря можно считать рабочим днем только условно. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник. Самара зажигает огни. Город активно готовит к праздникам. Сейчас специалисты завершают украшения парков, площадей и скверов. Как нарядили Крымскую площадь, увидела Мария Левина. Лето-зимой Крымскую площадь заканчивают подготовить к новогодним праздникам. Здесь установили новые светодиодные инсталляции. Примечательно, что именно сегодня выпал снег, а здесь яблоки созрели. Крымская площадь, преобразившаяся в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стала новым местом притяжения самарцев. В канун новогодних праздников горожане уже строят планы на отдых именно здесь. Новый год чувствуется, мы выписались из больницы, слава богу, выздоровели. Нам очень нравится, мы здесь гуляем. У меня еще есть младший сын. Мы ходили здесь, здесь какой-то праздник был недавно. Нам очень нравится, мы благородились. Над созданием красоты здесь работают с самого утра. За один день установили три светодиодных дерева. Чуть позже появится и светодиодный каскадный фонтан. Многие люди проходят, говорят спасибо, что украшаем, что будет весело, красиво. Прикладываем усилия, украшаем город, чтобы город был красивее на праздник. Все украшения энергоэффективные. То есть, работая в режиме нон-стоп, они затрачивают минимум энергии. Потребляют даже меньше бытовой лампочки. Всего в Самаре установят около 30 новогодних композиций. Это фонтаны, фигуры животных, деревья и новые для этого года бокалы шампанского, которые можно увидеть на проспекте Ленина. Специалисты на финишной прямой еще немного, и город полностью будет готов к праздникам. Крымскую площадь в новогодние праздники будет не узнать, обещают специалисты. Впервые украшается. До этого мы здесь наряжали просто деревья, обматывали световой гирляндой. В этом году, после проведения ремонта, эта площадь заиграла. Смотрите, какая она красивая стала. И поэтому мы решили здесь поставить новые световые композиции. Вся Самара будет полностью украшена уже в начале декабря. Отдельное внимание уделяют всем четырем преобразившимся площадкам по федеральной программе «Комфортная городская среда». Это скверы Фадеева и тот, что у храма Кирилла и Мефодия, а также бульвар Металлурков. Мария Левина, Максим Гусев. События. Лучшие цветоводы Самары получили по заслугам. Им вручили дипломы и сувениры от городской администрации за организацию фестиваля цветов 2019. С теми, кто устроил для жителей гостей Самары незабываемый праздник, познакомился Сергей Кизоркин. Диплом участника фестиваля цветов и эксклюзивный шарфик с логотипом на память. Инженер муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхонс» Надежда Малыхина в числе награжденных. Ее команда флористов на фестиваль, посвященную году театра, выставила с десяток композиций. Три крупномасштабные. Лиры, маски и фоторамка разместились на главной аллее Струковского сада. Гости охотно фотографировались на их фоне. Фестиваль был замечательный, было очень много отзывов и знакомые. С таким восторгом отзывались, что фестиваль цветов с каждым годом становится все лучше и лучше. Конечно, он нужен, потому что люди посмотрели, дети посмотрели. И чтобы мы чему-то новому поучились друг у друга. Максим Шугарев монтировал декорации на фестивале цветов. И на улице Куйбышева, где проходила демонстрация, и на главной площадке в Струковском саду. Чтобы праздник состоялся, ему пришлось трудиться два месяца. Его рок-дела, каркасы арт-объектов, инсталляции, фотозон и переделанные грузовики под мобильные клумбы. Город в принципе нуждается в красивых ярких мероприятиях. И это одно из них. Поэтому я считаю, что фестиваль очень нужное начинание. Режиссер-постановщик Татьяна Чердовских фестивалем цветов занимается не первый год. Самарский мастер сумела создать настоящий театрализованный праздник. Карнавал, выступления артистов и творческих коллективов, выставки и мастер-классы. Все площадки нашли своего зрителя. Угадала желания самарцев и гостей города. Радуется режиссер. Пребывание в красивом творческом пространстве. Красивая не только от слова «какая-то красивость», но и красивая с точки зрения взаимоотношений, эстетики, того продукта визуального, эстетического, творческого, которым предлагается. Конечно, это важно. Конечно, люди из бытовой своей действительности все-таки здорово, когда погружаются немножко в иной мир фантазии, грез, мечты, цветов. И это здорово. Это действительно объединяет людей и приносит им радость. Я очень искренне в это верю. Благодарности за создание сказочного мира цветов и искусства на фестивале цветов 2019 от городской администрации получили 18 организаций, предприятий, фондов и центров Самары. В этом году проект «Фестиваль цветов» получил национальную премию в области событийного туризма «Рашен Эвордс». Соответственно, планку нужно поднимать. Город в этом заинтересован. За нашу совместную работу, за наш замечательный труд, который отмечен уже и хорошей, крупной, можно сказать, наградой на Всероссийском фестивале «Рашен Эвордс», который не так давно проходил в городе Самара. Это коллективный труд и общая награда всех людей, которые здесь присутствуют. Подготовка к новому фестивалю цветов началась уже сейчас. После раздачи призов прошел мозговой штурм. Как сделать праздник еще краше и интересней. Предложений было несколько. Например, проводить конкурс на самый цветущий двор Самары. Тема фестиваля цветов – 2020, 75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Как заинтересовать клиента и преподнести ему свой продукт. В Самаре прошел семинар для уже состоявшихся и начинающих предпринимателей. Наш корреспондент Анатолий Головко побывал на лекции и готов поделиться секретами развития успешного бизнеса. Михаил Гаврилин – студент четвертого курса. Изучает в УЗИ прикладную информатику. Молодой человек пришел на семинар, чтобы подтянуть знания по работе с программным обеспечением. По словам сотрудников университета, студенты посещают специализированные тренинги и семинары регулярно. Некоторые из них планируют связать свою жизнь с бизнесом. Я думаю, что студенты получат интересный опыт. Они уже готовят и диктофоны для того, чтобы записать какие-то интересные моменты. И самое главное, их, конечно, интересует вот эта интерактивная форма обучения. Мы очень рады такой форме работы и взаимодействия. Авторитетные лекторы рассказали участникам не только об онлайн-сервисах, с помощью которых можно грамотно презентовать себя и свой бизнес. Они также поделились секретами успешной работы с клиентами и целевой аудиторией. Секрет здесь просто один – не перенасыщать слайды. И очень сильно зависит от того, какая аудитория. Если вы презентуете свой продукт, свой бизнес, нужно четко понимать, что люди хотят услышать суть. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Приходите к нам на семинары. Семинаров еще у нас, если я не ошибаюсь, 8. Они все проходят на бесплатной основе. Зарегистрироваться можно либо на сайте правотерос.ру, либо позвонив по телефону 340-51 и сказать, на какой семинар вы бы хотели посетить. На следующих семинарах предпринимателям расскажут о маркетинге, мерах поддержки, финансовой и личной грамотности, работе в социальных сетях, социальном предпринимательстве и о пяти шагах для открытия собственного бизнеса. После этого все желающие смогут получить бесплатную консультацию. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Стирая грани между человеком и природой, в Самаре открылась выставка путешественника Юрия Тайдакова. Он объездил десятки стран и привез сотни снимков. На них и пейзажи, и уникальные животные. Истории некоторых фотографий автор рассказал нашему корреспонденту. Чтобы сделать фото орангутана на острове Борнео, путешественник Юрий Тайдаков три дня бродил по джунглям. Эти животные живут только в этом месте и очень пугливы. Контакт удалось найти с помощью бананов. После угощения модели охотно фотографировались. Таких историй у путешественника сотни. И часть из них он показал на фотовыставке «Поединок с природой». Вы знаете, мир такой интересный, разнообразный. Такие уголки земли у нас. И в России, Камчатка, остров Франгеля. Это же можно ездить, смотреть, смотреть и смотреть. Из тысячи фотографий на выставку отобрали почти две сотни самых ярких. На них ландшафты и животные со всех уголков света. От саванны до берегов Северного Ледовитого океана. Каждое фото и риск, и тщательный поиск кадра. Неподалеку от этого медвежонка за кадром его суровая мама. Путешественник только потом выяснил, что оказался от их лежанки всего в семи метрах. Он сумел передать, что главное, наверное, в отношении человека и природы сегодня – это любовь. Это великая любовь ко всему, что тебя окружает. Это уважение, признательность. Меня восхищает то, что Юра показывает как бы эту природу изнутри. Не так просто со стороны, а близко, как терпеливый наблюдатель. Я очень всегда мечтала побывать в саванне в Африке. И вот здесь много фотографий, которые представлены этой местности. Мне вот прям они очень понравились. Скоро путешественник поедет в Антарктиду. Идон всегда мечтал сфотографировать королевских пингвинов. Летом Юрий Тедаков вновь отправится в Африку. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. В Самару с победой делегация региона вернулась с национального чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс». В нем принимали участие люди с инвалидностью. В этом году более полутора тысяч участников состязались по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессии. Делегация Самарской области возвращается из Москвы. Каждый из участников национального чемпионата «Обилимпикс», несмотря на трудности со здоровьем, доказывает, инвалидность активной жизни не помеха. Анастасия Тороп заняла первое место в номинации «Ландшафтный дизайн». Признается, было нелегко. «Я одна среди мальчиков была. Для вас вот так. Мне было сложно. Я волновалась сначала. А потом я собралась в эту секунду. Поверила в себя, я смогу, я это сделаю». На чемпионате «Обилимпикс» в Самарской области представляли 33 человека. Всего в соревнованиях приняли участие почти 2000 человек. Чемпионат по профмастерству проводили в 62 компетенциях. От токарных работ до издательского дела. В копилке сборной Самарской области 12 медалей. Такого количества медалей на этом конкурсе мы еще не завоевывали. И это позволило нам с 10-го места в прошлом году, подчеркиваю, среди 84 регионов, подняться на 8-е место в этом году. Поэтому поездка очень результативная. В этом году в Москву приехали представители 84 регионов. Их оценивали 500 экспертов. Задача чемпионата «Обилимпикс» – совершенствование знаний, создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году появились новые отраслевые направления. Впервые на чемпионате показали, как можно организовать занятость людей с сильнейшими нарушениями. Те, кто нуждаются в уходе, будут иметь возможность реабилитироваться за счет работы. Лариса Шлафаст, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гест» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!